Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу поделиться с вами рецептом Я не знаю, как назвать это Салат, икра свекольная или салат свеклы Но у нас как бы в доме ее считают свекольной икрой Этот рецепт, я уже знаю, лет 20, наверное, меня научила его свекровь Я вообще очень люблю свеклу Но, как обычно, еще 20 лет назад Мы как-то там кушали свеклу с чесноком, с сыром А тут, приехав на Уран, меня свекровь научила вот такому рецепту Я сперва, конечно, по первости как-то сомневалась, скажем так, в нем Хотя я говорю, что я люблю свеклу Но мне как-то вот сочетание этих продуктов Тем более, что еще свеклу нужно тушить Как-то вот не знаю Но когда я попробовала это блюдо, оно стало одним из любимых у меня на столе Я его готовила на праздники Оно отлично идет, как закуска Я его готовлю просто для дома, как вместо салата, как дополнение ко вторым блюдам И я сегодня решила сделать вновь такую свекольную икру И думаю, давай я вас возьму с собой на кухню И, может быть, кому-то этот рецепт пригодится Я думаю, что, конечно, в основном те хозяйки, которые кулинарят уже давно Для них, возможно, это блюдо не будет новым Но я в основном делаю для тех хозяек, которые, для девочек, которые вступают в семейную жизнь И хотят чему-то научиться, хотят порадовать своих близких А для тех кулинаров, которые уже давно на кухне Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне И писали какие-то свои, скажем так, дополнения Свои рецепты, свои какие-то дополнения, скажем так, к этому блюду И чтобы девчонки, которые читали ваши комментарии, что-то узнавали нового Какую-то, может быть, изюминку, какое-то, может быть, дополнение вы внесете к тому или иному блюду И я думаю, что и я буду вам благодарна И я думаю, что девчонки, те, которым пригодится ваш рецепт, тоже будут вам благодарны Ну, а сейчас давайте перейдем к столу Я вам покажу, какие ингредиенты для этого блюда нужны И начнем готовить с вами Ингредиенты все незамысловатые Все очень легко и доступно Свекла Ну, вот, допустим, ну, вот, скажем так Такая свекла Она у меня, можно сказать, даже не средняя, а немножко крупноватая На три штуки ее примерно вот Нужно две таких луковицы Вот они практически одного размера Что свекла, что лук, да Вот у меня свекла, лук помечается в ладошку Да, он такой Вот примерно на три нужно две луковицы Но так как у меня не будет двух луковиц Я взяла, скажем, полторы Вот еще две маленьких, небольших Соль, перец черный острый и масло растительное И еще забыла один важный ингредиент Это или паста томатная В моем случае я возьму просто кетчуп Он тоже отлично подходит для этой икры И заменяет прекрасно пасту томатную Тем, кто не любит жареный лук Я скажу, что я тоже не особый любитель жареного лука И во многих блюдах я его просто не переношу Но именно вот в этом блюде, вот в этой икре свекольной Оно просто необходим, этот лук Без него икра уже будет не так вкусна Он очень придает именно лук Это здесь является изюминкой этого блюда Ну что, давайте приступать Первое, что нам необходимо сделать Это порезать мелко лук и его обжарить Пока он жарится, мы займемся свеклой Наливаю растительное масло Масла должно быть много Но не переборщить Не знаю, 3 столовые, 4, наверное, столовые ложки И жарим лук до золотистого цвета Пока лук жарится, займемся свеклой Если я забыла сказать, то свекла уже должна быть отварная, не сырая Чистим, убираем пятнышки и натираем на крупной терке Так, давайте переложим свеклу в кастрюльку И дочистим Перекладываю остатки свеклы сюда Нам нужно посолить Так, слегка И поперчить Вот поперчить можно даже хорошо Чтобы она была такая немножко остренькая Кто любит поострее Я даже, наверное, еще чуть-чуть Потому что она должна быть немножко остренькая Все, видите, лук стал золотистого цвета Добавляем в него примерно столовую ложку томатной пасты Ложку-полторы Или кетчупа Так, все Мы это дело Поджарочку сделали И теперь ее Добавляем в кастрюлю Прямо вместе с растительным маслом Все туда Теперь все перемешаем Хорошо И ставим кастрюлю на самый минимальный огонь Ну, я на двоечку поставлю И все это у нас должно тушиться примерно минут 30-40 На самом маленьком огне Периодически подходите и помешиваете Накрываю крышкой И оставляю на 30-40 минут Прошло 40 минут Она, видите, она не поджаривается Тушится Кстати, я хочу сказать, что я убавила на единичку Потом прибавила на двойку У меня электрическая плита И очень сложно ее настроить На такой Чуть-чуть, может быть, побольше Самого минимального Огонька Поэтому я до того, чтобы мне ее потушить Я эти 40 минут Все прибавляла Каждую, наверное, 5 минут Прибавляла Прибавляла на Еще как Не на градус А на деление У меня вчера стояла на единице Потом я прибавила на двойку Смотрю, что у меня Не курычит Потом я прибавила на тройку Оно уже так нормально Стало тушиться И вот минут, наверное, за 5 За 10 За 5, наверное Я прибавила еще четверочку Чтобы она так посильнее Немножечко прихватилась Попитушилась И все Я теперь выключаю На ноль Закрываю крышкой И пусть она остывает Вот так на теплой плите И потом на ночь в холодильник И все На завтра уже можно кушать Она будет просто Пальчики оближешь У меня икра из свеклы остыла Я сейчас ее буду перекладывать В салатницу И убирать в холодильник Чтоб она была холодненько остывшая Смотрите, какая она получилась Все, я ее убираю В холодильник И встретимся завтра Икра у меня уже остыла И давайте мы с вами попробуем ее Еще кусочек черного хлеба Будет вообще супер Так, я сейчас возьму кусочек черного хлеба У меня где-то тут был Маленький кусочек Ну что, будем пробовать? Ммм, ну, девочки, вы понимаете Так, что 20 лет ее готовишь Уже рука набита И уже по-другому Ну, просто не можешь приготовить Уже даже все делаешь на глаз Добавляешь на глаз Цепишь на глаз И она все равно получается вкусная И она все равно получается вкусная Ну, а я с вами Надеюсь, этот рецепт вам тоже понравится А я с вами буду прощаться Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем пока-пока До скорой встречи